Сол Из-за долгого до перехода в Тобол ты говорил в СМИ, что не переходишь в Тобол, все это слухи, что можешь сказать по этому поводу? Я когда в отпуске был, один журналист позвонил, сказал, что можно взять интервью, то что вот вы уходите, я говорю, я сейчас в отпуске и на данный момент я никуда не ухожу, потому что еще ничего не было, ясно, и я был в Кайрате, и после отпуска как прилетел, только потом уже было решение, решение было вообще, мне сказали, 4 января что ли, только мне тогда вот это Что повлияло на то, что ты перешел в Тобол, не остался в Кайрате, тем более, что все шло к тому, что в Гоу уходит, есть шанс выбиться вперед, выдвинуться, как-то показать себя, что повлияло? Ну, то, что повлияло первое, то, что в прошлый год, получается, я очень мало играл, хотел больше играть и игрового времени, это был самый главный первый фактор Второй фактор, то, что после ухода тренера, и как пришел новый тренер, ну, у меня были шансы, и после, в игровом плане, просто уже, как бы, моя игра и видение тренера не сошлись И тренер после некоторого определенного времени дал понять, что я больше, как бы он на меня не рассчитывает, и что у меня еще меньше будет игрового времени И дал понять, что нужно, как бы, для твоего роста, он мне, мы с ним, как бы, пообеседовали, поговорили и сказал, что для твоего роста, так как ты, он мне сказал, что ты играешь в сборной И тебе нужна игровая практика, и нужно, как бы, менять клуб И в этом плане, то, что я говорю, первый фактор, то, что мне нужно было игровое время Первый разговор был с Кайро Советовичем, президентом клуба, что он сказал, что, как бы, рассчитывает и не хочет никуда отпускать Потому что в прошлом году тоже я хотел, понимал, что у меня мало играю, и тоже хотел попросить уехать в аренду Мне сказали, что меня видят в клубе, хотят, чтобы я остался, и, как бы, у меня будет шанс И после этого, ну, я думаю, что главным фактором стало то, что смена тренера И от независимости, что Джерри ушел, мне сказали, что, ну, видение тренера на меня остается таким же, что у меня будет меньше игрового времени Я думаю, что это даже не повлияло, что Джерри ушел, либо остался И тут бы все равно решал главный тренер Тоже было, писали, что мне, что я мог поехать в Астану Ну, такого вообще разговора у меня ни с кем не было И, как бы, на тот момент, что даже никто не выходил, со мной никто не разговаривал И думаю, что в клуб, может быть, и звонили, но лично я в этом вопросе, со мной, как бы, никто не выходил на связь И не было такого предложения, чтобы поехать в Астану А почему там было? Честно сказать, в Тобол уже, можно сказать, третий год, так, были разговоры Каждый год были разговоры, чтобы они меня хотели пригласить в Тобол В 2013 году, я когда играл в Спартаке семейском, после первого круга, тоже там пошла смена руководителя, тренера И, точнее, руководители И там, как бы, мы договорились, ну, с руководством клуба тоже, они мне сказали, что, как бы, не рассчитывают, хотят, чтобы местные ребята играли И тогда тоже был разговор, что, ну, я разговаривал, и я приезжал в Кустанай в 2013 году Но я приехал, там было буквально 2-3 дня до закрытия трансферного окна И просто там по бумагам не получилось И в тот год трансферное окно закрылось, и мне в тот момент пришло, ну, как бы, выпал вариант и уехать за границу Я поехал в Сербию И, как бы, принял этот вызов, что всегда хотел поехать в Европу Попробовать свои силы Посмотреть, как европейский чемпионат Какой там футбол Какой менталитет Мне это всегда было интересно И я принял решение тогда уехать У многих пятнадцатых футболистов вообще-то получается попасть в европейский футбол Такая большая разница в менталитете, такая большая разница в технике Почему эти пазлы никак не стыкуются? Ну, я считаю, что сейчас у нас есть рост в футболе Потому что сейчас наша команда уже, например, даже Астана Играет в Лиге Европы, в Лиге чемпионов И уже какое-то внимание обращает европейский футбол Обратить внимание на Казахстан И с этого момента уже, я думаю, что начали следить за Казахстаном За нашими ребятами Искать и здесь наших талантов Потому что их здесь очень много Единственное было то, что раньше не уезжали Потому что, я думаю, что не было интереса к Казахстану Потому что это было как бы далеко от Европы И мы мало играли в европейских турнирах На ранних стадиях Как бы не получалось дальше проходить И сейчас, я думаю, что Есть рост в том, что главная проблема Это, конечно, академии и подготовка детей В том же чемпионате Сербии, когда был Там в чемпионате Играли три команды Где в премьер-лиге Где ребята были Состав был Ребят, где Самый старший, ему было 24 года Три команды И играли все молодые ребята И они были уже Готовы Уехать за границу Дальше в топ-чемпионаты Их подготовили Команды, ребят готовили А у нас как бы Академия сейчас только строится Вот построились Детский футбол начали развивать Я думаю, что плоды Как бы сразу От этого Плодов не будет Нужно время И после того, как сейчас Наши дети уже обучаются И будут вырастать уже С ранних лет профессионалов Думаю, в скором времени Этот пазл сойдется И ребята будут Наши ребята поедут играть за границу И надеюсь Будут играть еще в топ-чемпионатах Пол сезона точно был в первой лиге Легко было в первой лиге? Относительно Ну тот момент, как я перешел Был тоже вот Так же жажда Потому что мало играл И придя в первую лигу Играл полноценную игру Так же и получалось в первой лиге Хорошо, что первые четыре тура забил И как бы тренер сборной Не отвернулся Поверил Все равно вызвал сборную Ну первая лига для меня Как бы знакома Потому что я начинал Играть в первой лиге Я сыграл четыре сезона В Сункаре в первой лиге Как бы и выиграл Мы выиграли первую лигу Сункаром Вышли в премьер-лигу Первая лига для меня знакома И думаю, да Легко прошло Потому что Уже прошло много времени Как бы И я сам Как бы Уже с той позиции Что уже сыграл И в за рубежном чемпионате И играл в Кайрате Также с такими же Можно сказать Профессионалами И хорошими Просто хорошими футболистами Как Аршавин Исаэль Исламбек Хуат Исламхан Бауржан Играть было Думаю, намного легче И Правильно я сказал Что прошло легко Как бы Пришел Тренировался Была задача Играть И отыграл И без никакого напряга Даже может быть Даже больше получил удовольствие От того, что Играл Полноценный матч Может быть Есть какие-то вещи Которых я не спросил Или болельщики Не поинтересовались А вот тебе об этом Хотелось сказать И Сейчас У тебя есть такая возможность Ну Как вот Озвучили Что Почему Костанай Потому что Ну Честно Всегда хотел попробовать Играть в Костанай Потому что Клуб с большой историей И Всегда ставили Хорошие задачи Всегда были Хорошие игроки И хороший футбол Показывали И думаю Что Пришла пора Также в Костанай С 10-го года Не было Чемпионства Тоже Как бы Болельщики ждут И Болельщики Жаждут Так же Как и Город И Сам клуб Ну и Конечно Мы сейчас Все футболисты Если не ставить Задачи перед собой Не ставить цели То Нет смысла Работать И я думаю Что В этом плане Мы с болельщиками Должны Как бы У нас Должно И Должно Быть Одно Единое целое Одна цель Чтобы Добиться Больших успехов В этом клубе И Я хочу Так же Голоден Футболом Голоден Жажду Голы Хочу играть Хочу Доказывать Каждый матч И Чтобы мы Вместе с болельщиками Дошли к этой цели Вернуть Костанай Медали И Былые славы Редактор субтитров Корректор А.Егорова